я всех приветствую друзья и сыроводы овцеводы любителей 15 января 24 год хочу вот снять видео ранее я рассказывал что приобрел маток в количестве пяти голов покрытых вот сегодня ночью где-то в час ночи матки приехали сейчас особо показывать их не хочу так быстренько покажу вот матки там находятся из них одна перри ярко катилась это к слову потом как окот пройдет одна матка вот-вот на днях уже я думаю вы имя налилось но остальные три так чуть 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 в имя подходит но мне кажется еще неделю минимума может быть и побольше то есть вот так вот он по центру бизон у нас стоит красуется и хотелось бы пару слов сказать про комментарии на моем youtube канале про сообщение которые пишут на авито к объявлению вот так тот у меня спрашивал в комментариях михаил скажите размер вашего типа сарая тоже хотим занять овцеводством какой лучше построить сарай сара у меня вот 18 18 на 6 делал я его специально в ширину 6 метров и чтобы брус ну вверху который лежит 50 на 150 чтобы он ну как бы на всю уходил длину ну внутренние может там 580 короче получается вот эти 18 метров у меня поделены на три отсека вот тот отсек стоит стоят ясли чтобы с одной стороны кушать из другой вот этот второй отсек он тоже примерно 6 метров и вот там третий отсек там у меня сено хранится зерно короче вот так на три отсека поделено ну меня все устраивает в принципе все для моего количества для моего поголовья этих размеров достаточно там опять надо исходить из того сколько вы собираетесь держать голов это первый комментарий второй советом не человек писал не знаю как его зовут смотрит он меня на ю тубе или не смотрит вот для особо одаренных скажу так матки которые приехали ко мне он мне пишет я знаю что вы типа их там где-то с ингушетии брали объясняю я их забирал с ингушетии от султана ранее эти матки были привезены с киргизии это все я говорю со слов султана если я обманываю значит обманывает получается и он ну я человеку как бы доверяю то есть вот так матки покрытые далее следующий комментарий прошлом видео я говорил рассказывал про цены на ягнят что цены будут от 40 тысяч и выше многие пишут в личку и спрашивают опять цену всем объясняю что будет и 40 тысяч и 50 будет и выше в зависимости от ягнят ягнята это не цыплята которых берешь суточных там или двухсуточных они все одинаковые ягнята все разные у всех разный экстерьер и все остальное прочее то есть все разные цены будут разные дальше также просил людей кому не интересно либо не устраивает цена просто посмотрите видео и пройдите мимо как например делаю это я я много видео смотрю много каналов то есть ну на примере там даже взять дорперов до смотрю дорперов продают и за 200 тысяч там и за 400 и вот что-то там за 700 было я посмотрел все свой вывод сделал я никому не комментирую не комментирую никому не пишу да вот это можно там 10 быков купить или что-то ради бога покупайте что хотите мне эти комментарии не пишите один пишет в таджикистане такие овцы по 20 тысяч ради бога пусть они хоть будут там и по 5 тысяч ради бога для начала для начала вы привезите себе поголовье с таджикистана насколько я знаю с таджикистана вывоз вообще запрещен везут с киргизии из казахстана это еще да как то можно но с таджикистана привезите сейчас у нас мясо доходит до 600 рублей килограмм в любой яркий по любому будет 60 килограмм веса в любой яркий в азии цены на мясо за килограмм мяса ничуть не дешевле чем у нас ничуть не дешевле когда у нас мясо стоило 500 у них стоило там 520 530 и у меня много знакомых с кем я общаюсь которые мне также все рассказывают сколько килограмм баранины стоит у них вот скажите что вы купите на племя за 20 тысяч в таджикистане если мясом если мясом выйдет на эти же деньги расскажите какой племенной поголовье вы возьмете себе прошу не писать мне эти комментарии они мне не интересны ничуть не интересны на них отвечать и комментировать перевозка оттуда попробуйте привезите все организуйте потом будете говорить как купить кому деньги отправить как найти перевозчика что им сколько ему заплатить до куда он довезет куда вы поедете брать это свое поголовье перевозчик к вам домой не привезет к порогу поверьте мне поэтому вот так далее в личку много пишет михаил я хочу забронировать там пять ярок мне буквально недавно человек звонил ребят я прошу серьезно подумайте обдумайте поговорите там женой семьей не знаю как в каких-то семьях заведено там советоваться до супругой в каких-то нет просто буквально неделю-две назад мне звонит мужчина говорит мне уже под 70 лет я вот хочу пять ярок у вас забронировать но я ему все объяснил все как есть что я работаю только с предоплатой то есть вот так он да да все я понял мне 70 лет я никого не собираюсь обманывать вы что там думаете у меня сейчас жена с работы придет и все вам деньги на карту переведет и забивал мне голову час или полтора и не надо мне это все рассказывать это ваши семейные там проблемы переведете позвоните еще что-то как-то там пообщаемся и и не надо мне эти сказки мне сказок не надо сейчас по моему мнению это я так думаю это лично мое мнение но я в нем уверен 90 процентов балаболов я бы сказал грубее но выражаться не хочу просто люди балаболы звонят пишут то ли отделать нечего то ли я не понимаю для какой цели они все это делают ну может скучно просто так вот таких людей пожалуйста громких речей как говорится не говорите надумали вы решили там взять ярочку или там баранчика кто конкретный человек тому рад как говорится приятно общаться вот буквально на днях мне с курска области парень все прислал задаток будет брать баранчика все он решил определился то есть все конкретный человек с ним приятно общаться и дальше продолжаем общаться вот буквально вчера он написал там по поводу лечения овец там с овцу у него проблема все что знаю все подскажу вопросов никаких нет балаболы пожалуйста мимо мимо ищем где по 10 тысяч кому дорого ищем романовских ягнят по 2 по 3 тысячи там от подпаивать их кормить это дело ваше мне пожалуйста не надо рассказывать сказки и говорить я возьму 10 я возьму 20 ягнят пожалуйста решитесь я никого как бы не отпугиваю не отталкиваю выбор свой сделаете пожалуйста всегда рад нет прошу сказок мне не рассказывать никаких уже надоело их слушать ну как бы вот муж чуть эмоционально но просто каждый день буквально 23 человека вот таких звонят пишет и уже есть честно просто надоело слушать вот эту брехню больше никакие не назову по-другому настоящая брехня кто-то еще спрашивал ширину барана как-нибудь типа покажите замерить я даже не знаю как ее лучше ну вот такой баран бака чуть-чуть у него смотрю подвалились то есть чуть-чуть он подсхуднул по всей видимости все равно солид солидно выглядит пацан так еще не помню хотел как бы еще на несколько комментариев ответить но что-то если честно подзабыл ну примерно они все того же плана что я сейчас озвучивал примерно что-то такое потом по поводу вот этого рыжего баранчика не помню кто-то там где писал в ютубе или в авито и говорят что мы не верим ему уже год так вот объясняю он рожден 20 мая 23 года вот посчитайте сколько ему есть он у меня на канале видео есть его окота и потом еще несколько видео там в месяц два или в три я снимал его постоянно вот такой парень никакой ему не год черному баранчик у мной приобретенными за каримовский он рожден 7 апреля то есть 7 апреля ему будет год рыжему будет 20 мая ход никакой ему сейчас не год но я считаю она не выглядит на годовалого с чего люди берут но может быть им виднее так все друзья всего хорошего всем всем легких окотов знаю сейчас в большинстве хозяйствах уже окоты начались и в декабре и в январе я не сторонник таких окотов мне окоты в это время года вообще не нужны никогда я не делаю ранние окоты меня устраивает март месяц ранее делал апрель но получилось так что привезенные матки должны все окатиться в январе ну что делать вот бог дал погода немножко у нас теплее уже сегодня минус 3 там что-то идет плюс 2 дай бог чтобы они вот в эту в это время скорые окатились пока нет морозов то есть мне окоты в 20 градусов в 25 вообще не нужны бегать за ними вот матки все находятся на улице ночуют здесь хотят зайдут в сарай хотят не зайдут их дело утром прихожу они вы не и у них спины ну ничего все нормально иммунитет зато закаляется ягнята рождаются очень крепкими поэтому мне эти окоты ни к чему еще раз скажу март окатились в апреле уже пошла травка то есть для ягнят это просто шикарно в месячном возрасте выйти на травку уже вовсю ягнята начинают по чуть-чуть кушать и ягненок развивается намного лучше растет развивается то есть вот так всем удачи ребят всем здоровья счастья пока буду стараться видео еще как-нибудь в ближайшее время снять ну привезенных маг маток пока не хочу особо подробно снимать ну настанет время а код пройдет обязательно сниму их с ягнятами всем до свидания